Здравствуйте, друзья! Все, что расскажу дальше, это просто все предположения, личное мнение, МХО и вообще просто рассуждения. И это рассуждение на тему, кому выгодно распространение коронавируса. Я не в том плане, что выгода, она всегда порождает действия. Вопрос может быть наоборот. Случилось какое-то действие, и оно по воле случая оказалось кому-то выгодно. Понимаете? Потому что не всегда, например, войны развязываются с целью, например, достичь какой-то выгоды. Да, кем-то они развязываются, чтобы выгоды достичь. А кто-то просто использует эту ситуацию, то есть он выгоды не планировал достигать, войны не развязывал, но использует чужую войну, например, для достижения собственных целей. Так вот здесь, любые тяжелые ситуации, они всегда кому-то бывают выгодны. Здесь такая поговорка. Кому война, а кому мать родная. Вот кому может оказаться, неважно по какой причине это появилось, вот такое распространение коронавируса и связанное с ним омоложение населения. Кому? Ну, самое первое, что напрашивается. Это, конечно, государство с высоким уровнем социальных гарантий перед населением, в которых огромное количество людей пожилого и старого возраста. Вот удивительно, казалось бы, государство, которое заботится о своих стариках, которые делают для них много, у них есть льготы, субсидии, пенсии и так далее, какие-то привилегии, и этим государствам выгодно, чтобы этих стариков стало меньше. Ну, это на самом деле так, потому что государства эти имеют очень большую нагрузку на бюджет, связанную именно с этими социальными гарантиями. И даже если эти государства заботятся о своих стариках, но если быть объективным и материалистичным таким, да, циничным человеком, то нельзя не отметить, что для бюджета это, конечно, облегчение. Да, это цинично, я понимаю, это не мое мнение, я констатирую просто факт, как он есть. Второе. Кому бы это могло быть выгодно? Вот здесь уже я говорю «могло быть выгодно», в том плане, что это могло быть первопричиной. Но я рассматриваю только следствие. Это уже конспирологическая теория. Ну, например, так называемые «мировая закулиса» или «мировое правительство». Почему им это выгодно? Ну, одна из концепций – это то, что у них есть некая теория золотого миллиарда. То есть огромное количество людей живет на Земле, по мнению сторонников золотого миллиарда. Эти люди просто небо коптят, расходуют ресурсы, они, в общем-то, не нужны. Есть элита, которой около 100 миллионов, где-то так считают они. И нужен еще примерно миллиард людей, чтобы обслуживать инфраструктуру для этих 100 миллионов или даже меньшего количества. Такой вот элиты. Остальные люди, для них биологический мусор. Я говорю, что это конспирологическая теория. Понимаете? То есть просто рассуждаем. И, конечно, этот обслуживающий персонал, он какой должен быть? Он должен быть не особо умный, молодой. Старики, в общем-то, не нужны. Места в этой теории нет. Лучше, чтобы люди вообще не стояли. Чтобы у них была просто заложена некая программа. Живут они там до 30 лет, до 40, а потом умирают. Ну все. На смену приходят им другие. И, конечно, такой механизм регулирования возраста, как, например, вирус, который поражает людей определенного возраста, ну прям крутая тема вообще. То есть у элиты, предположим, будет вакцинация от этого вируса, а остальные будут по умолчанию этим вирусом инфицироваться и не будут выживать. А для того, чтобы у них никакого шанса не было к этому вирусу приобрести серьезный иммунитет, они еще и с самого рождения должны быть инфицированы, например, вирусом ВИЧ. Чтобы, когда подходит определенный срок, срабатывал, запускался коронавирус, он бы запускал двухстороннюю пневмонию, условно говоря, организм был бы ослаблен, иммунитет сразу бы падал, присоединялись бы сторонние инфекции, вирус иммунодефицит человека брал бы вверх, начинался бы СПИД, и человек умер. Все. Быстро, мгновенно, до пневмонии с двухсторонней, два-три дня человек умер. Все. Вот такой вот фактор регулировки. Интересный, да, такой момент может быть. Я говорю, это в порядке бреда, еще раз говорю. Не пишите мне потом в комментариях, что автор там с ума сошел. Это для рассуждения. И еще, ну это вообще уже радикалистическая такая как бы тема, тоже конспирологическая, есть теория, что существуют некие группы людей, причем элита уже другого плана, то есть элита научная, по типу общества. Там, значит, иллюминатов, которые мы видим часто, фильмы, да, воплане теории самозаговора. Вот. Такие, это в основном элита из науки, из искусства и так далее, которые рассуждают и говорят о том, что мир зашел в тупик. Что те модели существования человеческого общества, которые есть сейчас, и социологические модели, и общественные, нравственные, морально-этические, экономические, политические, они устарели, они законсервировались, и они ведут развитие человечества в тупик. Нужен какой-то глобальный катаклизм и перераспределение ресурсов, перераспределение всего для того, чтобы показать, что модель, которая существует сейчас, она устарела и требует радикального изменения. То есть нужно, как говорили в свое время, в песне пели, вернее, весь мир мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Вот так вот. Правда, там про другое совсем было, да? Там насилие мир, и кто был ничем, тот станет всем. Здесь все не так. Но здесь разрушить старый мир и на основании его построить новый. Эти люди, они хотят радикальных каких-то катаклизмов. Они хотят, предположим, ядерной войны, которая может, скажем так, омолодить все человечество и перестроить всю социальную инфраструктуру. Правда, придется начинать чуть ли не сам в нуля, но останутся только самые ценные, самые умные, которые построят все заново. Потому что паразиты общества, такие как политики, например, они станут абсолютно не нужны. Станут не нужны миллионеры и всякие вот эти вот люди. Потому что они ничего ценного не принесут в тот мир, который должен будет начаться строить с нуля. Там не нужны будут эти деньги, там не нужны будут властные полномочия, там важны будут личные качества. Можно будет начинать строить мир по новой науке, новый мир. Поэтому что к этому привести может? Глобальные какие-то войны, глобальные катаклизмы, падение метеорита, Елстовский, Елунстонский, вулкан и так далее, цунами. Неважно. А вот здесь вот получается просто колоссальное передряга, потрясение, которое может изменить в корне все. Такая вот пандемия, которая вообще может просто взбудоражить абсолютно население всей планеты. Даже войны такого сделать не могли, что происходит сейчас. Со времен Второй мировой войны не было ни одного события, которое настолько глобально потрясло бы весь мир. Может не настолько сильно, как война, но то, чтобы так охвачен был весь мир, такого еще не было. Ну вот, собственно говоря, три версии. Две последние. Кому это могло бы быть выгодно? А первое, кому это на самом деле выгодно? Государствам, всем, на самом деле это выгодно. Вот если бы умирало молодое население, это не выгодно ни одному государству было бы. Когда умирает старое население, государством, к сожалению, как это не цинично звучит, это выгодно. И в этом, собственно говоря, большая проблема на самом деле. Потому что сколько бы ни говорили о толерантности, например, об ответственности социальной перед какими-то группами людей, на самом деле не все люди, стоящие у власти, искренне так думают. А часто мы видим, что у власти стоят наиболее циничные люди. И за их словами кроется только ложь. На самом деле, они очень часто передергивают. И такая ситуация для них может оказаться интересной. Но это только предположение, на самом деле. Ну ладно, друзья, до встречи. Донатьте обязательно по ссылкам, которые находятся под материалом. Подписывайтесь на мои каналы. Буду делать для вас новые интересные ресурсы. И обязательно обсуждайте, оставляйте несколько комментариев. Поболтаем на эту тему. Подписывайтесь на мои каналы.